231 миллион рублей. Такова сумма общей задолженности арендаторов перед столичной администрацией по состоянию на апрель этого года. 3000 заключенных договоров и почти половина арендаторов. Проблемы с оплатой. Среди них чулочная трикотажная фабрика, производственное объединение имени Чапаева, корпорация энергетик. В столице работают специальные комиссии. Уже направлено 245 претензий. С начала года удалось уменьшить общую задолженность на 7 миллионов рублей. Работу держать на ежедневном личном контроле не должно быть ни одного арендатора-должника, по которому бы не велась своевременная претензия на искую работу. Не должно быть ни одного арендатора-должника, с кем бы не проводилась своевременная работа судебными приставами. Особая ситуация сложилась в коммунальных технологиях. Предприятие накопило долги на сумму более 1 миллиарда рублей. Из них 850 миллионов за газ. Столичная администрация вынуждена принимать нелегкие для себя решения. И сегодня у нас сложное положение. Мы вынуждены подписывать договор о субсидарной ответственности по оплате за газ с межрегион газом по городу Чебоксары. Это значит, что мы должны будем из бюджета города оплачивать за коммунальные технологии, по долгам за газ. Сложнейшая ситуация. В большей степени от этой проблемы страдают у жителей города. Тепло, конечно, им в течение отопительного сезона никто не отключал. Но вот ремонт теплосетей выполнен из-за отсутствия средств всего на 20-30%. Руководителя коммунальных технологий свой взгляд на причину появления такой долговой ямы. Тарифная служба в прошлом году подтверждала, что рост должен был быть 23,6, а далее 4,4. Это же очевидно. Мы обеспечиваем эксплуатацию и ремонт, получив экономически необоснованные тарифы. Бумеранг, о котором я говорил полтора года назад, он вернулся. Как будто ни было, проблему необходимо срочно решать. Мы нужно принимать меры. Я прошу Георгия Ивановича и Юрия Александровича рассмотреть вопрос, который мы уже обсуждали, о продаже права аренды с коммунальными технологиями на имущественный комплекс. То есть вполне возможно, что все обязательства по обслуживанию теплосетей могут перейти от коммунальных технологий к другой организации. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.